11 ноября депутат законодательного собрания Иркутской области выступил с заявлением. Это было во время согласования Андрея Козлова на должность первого заместителя губернатора. Андрей Маслов сказал, что Козлов, как человек, отвечающий за внутреннюю политику региона, должен отчитаться, о уже проделанной работе и в первую очередь о работе в период пандемии. Депутат заявил, что управленческие и кадровые ошибки в системе здравоохранения привели Иркутскую область к коллапсу. Эпидемия коронавируса стала большим испытанием для большинства жителей области. В этой ситуации кто-то лишился работы, кто-то потерял бизнес, а кто-то потерял и здоровье, а заодно и надежду на помощь государства в борьбе с тяжелейшим недугом. Не обошлось, к сожалению, без жертв родных и близких, которым вовремя не пришла скорая медицинская помощь и которые безвременно ушли из общества. К большому сожалению, большое количество ошибок, как управленческих, так и кадровых, привели Иркутскую область к коллапсу в системе здравоохранения. И первая грубая кадровая ошибка связана с назначением в РИО министра здравоохранения области, приведшая в конечном итоге беспрецедентно громкому коррупционному скандалу, связанному с государственными закупками медицинских масок по завышенной цене. В ходе расследования по информации средств массовой информации установлено, что документы на средства индивидуальной защиты являются фальсифицированными. Медицинские изделия не соответствуют требованиям ГОСТа. В результате этого бюджету Иркутской области причинен ущерб в сумме свыше 40 миллионов рублей, а фигуранты задержаны. Руководители нашей области, комментирующие эту ситуацию, отвечают уклончиво, типа правоохранительные органы разберутся, потом будет приниматься решение. Но ведь дело-то, уважаемые товарищи, в другом. Данное чрезвычайное происшествие произошло в тяжелейший для области момент, в период даже не эпидемии, а пандемии, в момент, когда каждый рубль должен быть направлен исключительно на предотвращение и распространение тяжелейшего заболевания. Проводить мошеннические схемы с бюджетными деньгами, наживаться на горе и страданиях людей – это большое государственное преступление, сравнимое разве что с изменой родины. Председатель ЗАГСобрания Александр Ведерников сделал свой вывод из выступления Андрея Маслова. Спасибо, Андрей Семенович. И во всем виноват Козлов, да? Правильно я понимаю? Перед голосованием, чтобы мы... После выступления Маслова глава Иркутской области Игорь Кобзев не смог удержаться от комментария. Вне регламента, без обращения к председательствующему, глава региона прокомментировал выступление депутата. Он сказал, что есть положительный опыт. Врачи работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Сомнительное, конечно, достижение, если работа организована так, что врачам приходится трудиться на износ. Положительный опыт-то есть. По врачам-то, может быть, сказать, что они 24 на 7 работают. Чего же вы так пеплом-то все голову посыпаете? А почему положительный опыт? Вы съездите в больницу, посмотрите, как они работают. Я был там. Поэтому, мне кажется, то, что вы сейчас, это субъективное мнение. 20 тысяч выздоровело. Услышали? 20 тысяч. Хотя заболевание очень тяжелое. По крайней мере, здесь не политика должна, а здравый смысл. Есть недостатки? Да, работаем над ними. Но в целом мы должны понимать. Газета «Байкальская Сибирь» направит Игорю Кобзеву запрос, чтобы выяснить, планирует ли он, как высшее должностное лицо в исполнительной власти Иркутской области, написать заявление в правоохранительные органы о возмещении ущерба бюджету региона, причиненного в связи с закупкой медицинских масок по завышенной цене и сомнительного качества. Кстати, на следующий день после сессии ЗАГСобрания СМИ со ссылкой на пресс-службу РЕК-правительства сообщили о том, что министр здравоохранения Наталья Ледяева ушла в отставку по собственному желанию. Причины ее решения неизвестны. Причины ее решения неизвестны.